Находимся на Нун, Далет, Амутбет, если не ошибаюсь. И что мы сказали? Мы сказали такую вещь, опять же, что в Мишне написано, что каждый день в Трубиле в храме. Сколько раз Трубиле, значит, в обычный день 21, это минимум, а самый максимум написано не больше 48. И когда 48, Мишна привела пример. Какой пример? Мер пятницы, который выпадает в праздник Суккот. Почему праздник, который выпадает в праздник Суккот? Есть на 48, потому что в Суккот всегда есть мусав, мусав добавляется 9, плюс 12 добавляется на 21, значит, это каждый день, плюс 9 добавляется на мусав, 12 добавляется на то, что черпают воду, и 6, поскольку на пятницу. На пятницу добавляется 6, чтобы на шаббат. Три, чтобы перестали работать, и три, когда начинается шаббат. И мы сказали, что потом Кмура привела такую идею, не идею, а сказал такую мембру, когда пришел и от Рабаха Барханина, Мердорома, когда пришел Рабаха Барханина, Айсимаснис и Бейдем, пришел Брайта, Бнея Ронакул, сказать, что на каждый мусав отдельный 9 кьет. Что значит, что он сказал такую идею, что в день, когда есть несколько мусав им, например, когда Рошходыш выпадает в шаббат, у нас есть два мусав, и мусав Рошходыш, и мусав Шаббат, то, соответственно, трубят на каждой мусав отдельно, и, соответственно, песню на каждой мусав отдельно. Что значит, что говорят, когда при... Ну, если жертва Рошходыша, говорят песню про Рошходыш, в Орхинавши, скорее всего, и трубят, соответственно, трубят, как на каждой, там, по 9 трублений. Три на каждой части. А? Сейчас увидим. И, соответственно, когда еще? И что еще? И на шаббат, там читают, говорят песню на шаббат. Считается, что это шаббат Рошходыш, у нас сколько есть? 21 каждый день плюс 18. Сколько получается? А? 39. И спрашивают Мораш, что должно получиться больше, не больше, топ. Ну, значит, мы сказали, что когда еще выходит 48, еще одна есть Роша Шона выпадает на шаббат, у нас есть тоже 48. У нас есть 48, потому что есть 3 Мусафа, Роша Шона, Рошходыш и Шаббат. И 3 Мусафа, 3х9, 27, плюс 21, который каждый день, получается 48. Правильно? Еще получится тогда Шиши, когда Роша Шона Шиши? Роша Шона Шиши, там уменьшается на 9, превращается в 6, получается меньше. А, нет, Турбат, Вера, Шаббат 6 раз. А? Ну, за Шаббат, но в Вера, в Шаббат нету Мусафа. Значит, получается меньше. Так у нас получилось, то есть это самое. И мы еще скажем, что возможно с Песохом у нас, с РФ Песох, когда, когда читают Аллею, так у нас есть спор, так сказать, как вы привели, так сказать, Арх же объяснил, что Парабюда. Читают, то есть есть 3 группы, разделяется 3 кетод на 3 группы, когда мы строили, каждый раз, каждую группу, когда приносят жертву, читают 3 раза Аллель. Как бы первые 2 группы читают по 3 раза, хотя бы 2,5, на каждый раз по 3 это самое, получается первые по 9 рублений. А 3 группы, Парабюдович, там они читали только 1,5, меньше 1 раза не хватало. Сколько была маленькая группа, они, соответственно, читали не так много. Поэтому осталось 1 раз, получается что, на сколько добавляется? Добавляется 9 плюс 9 плюс, допустим, 3. Сколько получается у нас? Добавляется 17 плюс 3, 21 плюс 21, 42. Поэтому, так сказать, так она и есть. В любом случае, это самое. Но если выпадает в Шаббат, в РФ Шаббат, то есть 48, опять. Если РФ Пес попадается в РФ Шаббат, даже Парабюди получает 48. Почему 48? У нас есть 21 каждый день, на Песах Парабюди получается еще 20, еще получается сколько? Еще 9 плюс 9 плюс 3, 21. И еще 6 на Шаббат, получается тоже 48. Топ. Значит, у нас получилось несколько дней в году 48, получается 3 дня в году, пока что мы нашли, которые 48. А именно так получается. А именно то, что у нас написано, Мишня, это пятница, которая была в Пятнице, которая в праздник Суккот, Рашшона, которая была в Шаббат, и РФ Песа, которая была в Йом-Шиши. Пока что мы нашли 3 примера, Мишня пришла, привел один пример, что часто такое бывает, что Мишня не приводит все примеры, которые есть, Мишня, был один пример. Точно написано, Мишня, еще одна вещь, что нету дня в году, когда есть больше 48. На этом город спрашивает Мора, в ЛО? Разве нету? Что будет, если 14-й Несан выпадает не на РФ Шаббат, а на Шаббат? В Шаббат у нас есть всегда Мусаф, правильно? Поэтому что в Шаббате есть? 21, который каждый день. Плюс Мусаф, это 9, это уже 30. Плюс турбление, когда режут жертву Песа, Шаббат тоже режут жертву Песа. Сколько это турбления? Либо 39, 27, либо 21. Как будто ни было, у нас уже есть либо 51, либо 58, правильно? Так мы расспрашивают? А? 57, да. То, что мы расспрашивают. В ЛО, разве нету больше 48 в АИК РФ Песа? Если РФ Песа, Шаббат или Рабьюда, получается Хамшин в Эхада? Получается 57. Получается 51, если Рабонан, получается 57. Правильно почитали? Да? В ЛО, разве нету больше 48 в АИК РФ Песа? Почему это не упомянуто в Мишне? То есть, почему Мишна с этом не говорит и почему Мишна говорит? Написано не так. Мишна написано, что максимум может быть 48. Мишна написано, что максимум может быть 48. Мишна говорит, что Мишна может быть 48. это каждый год есть 48. В каждом году есть 48 отопления. Почему? Потому что в каждом году выпадает, есть пятница в праздник Суккот. Сколько в каждом году есть праздник, в пятницу праздник Суккот, получается, что каждый год есть день, когда 48. А то, что больше, написано больше, то что больше нет, в каждом году больше нет. А есть года, когда есть больше, когда есть года, когда есть больше. Если Песох выпадает 4, не Песох, а РФС выпадает на Шаббат, то действительно, тогда получается больше. Сколько больше, 51, 57. Спрашивает Мара, что Тирус неправильно, почему? Разве всегда получается, что есть пятница, которая выпадает в праздник? У нас ситуация может такого не быть, как такое? Демидло Мишках, остались годы, когда этого нету, даже 48 лет, тогда получается, почему? Спрашивает Мара, что будет, если первый день праздника выпал на пятницу? В первый день праздника нету отрубления на восполнение взгляни в воду, как мы сказали, в праздник это не делают. Бьем ток, правильно? Значит, а потом в следующей пятнице тоже будешь меня отсыграть? Тоже нет. Получается, что Тирус в воде неправильный? Так мы говорим, почему? Потому что если Мишна имела в виду только те ситуации, которые есть каждый год, у нас есть год, когда нет такой ситуации, то, что Мишна сказала, что есть 48 отрублений каждый год, когда выпадает пятница в праздник суббота, не в каждом году это выпадает, потому что если выпадает первый день праздник на пятницу, то у нас нету больше пятницы, а в первый день праздника, соответственно, не трубят на черпание воды, поэтому у нас нету 48 целый год. А? В шаббат мы тоже нетурубимы на воздействие воды, как мы разбирали уже. В шаббат тоже нетурубят на когда возливают воду, когда черпают воду, потому что в шаббате черпают воду, и черпают воду перед шаббатом. Поэтому в шаббате нету 12 отрублений дополнительных. Такого не бывает. Почему? Потому что никогда не выпадает первый праздник суббота на Йом-Шиши, на пятницу. А? Зуа-Ду-Рожда. Не выпадает никогда на пятницу. Как это делать, что не выпадает на пятницу? Дело-то очень хитро. Если приходят свидетели, которые говорят, что мы видели Новом месяце, и Бензин видит, что есть такие принятия, их сведения, то получится, что выпадет праздник Йом-Шиши, то есть 14-е, 15-е, 15-е Тиши выпадет на пятницу, то им, как сказать, то, что называется, назовите сегодня выражение, в Големоах. Такого размера, такого размера, всегда можно найти какое-то там величайшее противоречие, дело сдвигается и отодвигается на завтра. Или наоборот, там, если боятся, что это самое, так приводят свидетели, которые делают заранее. Может быть, такое тоже можно делать, я не знаю. То кого-то не было, такое делают. Май-тайма. Почему так делают? Зачем так делают? Почему не делают? Чем плохо, чтобы выпал первый день праздника на пятницу? Если выпадает пятнадцатое число месяца Тиши на Йом-Шиши, то по расчету получается, если кто-то сильно подумает, десятое число месяца Тиши выпадает на Йом-Шиши. Правильно я говорю? Если кто-то хочет, то можно считать по пальцам. Пятнадцатое это Йом-Шиши, четырнадцатое это Йом-Шиши. Не важно, как будто ни было, так можем считать. Если кто-то хочет, можем считать, написать бумажки, как у меня, у которого главная работа, значит, получается, я проверил, у меня Дашка в уме получилось, неважно. Значит, получается, что Йом-Кипур получается, что Йом-Кипур именно что не делаем. почему не делаем потому что написано илхадахинали делаем так, что упадет на шаббат почему так написано мы сообщим, что реше-нет почему не делаем, чтобы Ёмкипру уплoured на Йомришон потому что, получается, 2 дня Ёмкипру Йомришон ничего нельзя делать получается, нельзя хоронить это самое, мертвые могут если кто-то умрет в шаббат Йом-Кипр тоже не хоронен, два дня лежат, холодильник еще не придумали, плохо дело. То же самое, нету чего, нету зелени поесть на Муце Йом-Кипр. Мишум Митай, Мишум Веркаев. Бывали очень жарко в это время, судя по смыслу, это там, это самое, в низине. И поэтому сделали такую вещь, что никогда Йом-Кипр не выпадает на Йом-Ришон. Зачем? Чтобы было и на Йом-Шиши, соответственно. Зачем? Чтобы было как называется? Чтобы была разница между Йом-Кипром и Шабатом, чтобы было, если кто-то хас в хален, глед, шабат, можно будет. Поэтому, что поэтому всегда, поскольку так, никогда Йом-Ришон не выпадает, Йом-Кипр не Йом-Ришон, никогда не выпадает 15, то есть первый день праздника Сукот никогда не выпадет на пятницу, поэтому в каждом году, в каждом году есть пятница, которая выпадает на Хол-Ам-Оет. Больше выхода нету. И в эту пятницу есть 48 утру, поэтому 48 утру есть каждый год. В пятницу, который был праздник Сукот. И здесь мы пока же становимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова